Веселый, жизнерадостный, душевный парень. Надежный друг, примерный семьянин. Таким его запомнили родные и близкие. Денису Пронину был 31 год, когда он, как и тысячи других граждан Азербайджанов, стал на защиту Родины. Отправился на фронт добровольцем. Погиб в боях за освобождение оккупированных территорий Азербайджана. Мне кажется, это было с рождения у него. Мне кажется, это у всех есть, у каждого из нас. Честно говоря, он не сообщил об этом. Не сообщил об этом. Знаете, когда мы узнали, он просто еще на учении. 21 числа на учении. Да, он просто уходил, еще тогда не было военных действий. Просто попрощались пока-пока и все. Друзья Дениса рассказывают, будучи школьником, он мечтал поступить в военный лицей. Хотел стать военным, но жизнь распорядилась иначе. Решение пойти добровольцем на фронт Денис принял после новости о гибели Пола Адагашимова. Азербайджанский генерал героически пал в июне этого года. В ходе отражения армянской вооруженной провокации на госгранице двух стран. С детства, я помню, бабушка всегда говорила, что Азербайджан наша родина. Хотя у нее корни были из России. Она всегда говорила, что Азербайджан наша родина. Нас так воспитывали, что мы очень, так сказать, не выразить просто словами. Моя мама тоже очень любила родину и папа. Несмотря на то, что сами мы русские, и Денис, как он, чистокровный русский был, да. Мы очень, как сказать, очень любим Азербайджан. Я думаю, что у каждого, кто живет в Азербайджане, любовь к родине течет в крови. Проводив главу семьи на фронт, Айнура не теряла надежды, что Денис обязательно вернется домой живым и невредимым. В последний раз она говорила с Денисом 6 октября. Он позвонил поздравить любимую дочь Алину. Это было в первый раз, когда папа не присутствовал на ее дне рождения. Но те слова, те пожелания, которые прозвучали с телефона, Алина запомнит навсегда.